В Бухаржуравском районе работали трое государственные служащие, имеющие судимость за коррупционные преступления. Такие данные были выявлены в ходе аттестации, проводимой агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции. Об этом сообщили на очередном заседании Совета по этике. Государственные служащие Бухаржуравского района в нынешнем году прошли полную проверку, в результате которой были выявлены нарушения. К примеру, работники госструктур не были направлены на переподготовку, а заместитель Акима вовсе не проходил такого обучения. Но больше всего заседателя удивило то, что были выявлены работники, осужденные за коррупционные правонарушения. Один из них – главный специалист отдела сельского хозяйства и ветеринарии. Второй специалист, главный специалист, это же отдела сельского хозяйства и ветеринарии. Опять же, тоже по 307 статье был, скажем так, возбудили уголовное дело, потом по амнистии прекратили, по нереабилитирующим основаниям работал на своем месте. Третий человек, в 2003 году еще по 311 статье, третья часть – это по РАЛУ, получение взятки. Третий человек, в 314 статье, подслуженный подлог. По двум статьям возбудили уголовное дело, наказали, продолжал работать до этого времени. Как они вообще работали здесь? Я интересовался, руководитель аппарата сказал, якобы никто ничего не знал. Такое же невозможное, что-то... За оплошность в работе, а также за многочисленные нарушения этического кодекса пришлось отвечать Акиму Бухаржуравского района, Нуркену Кобжанову. Они в отдел сельского хозяйства перешли, и в принципе даже конкурс ничего не проводился, они продолжали работу. Это два сотрудника в сельском хозяйстве. Третий сотрудник, у которого отказ от возбуждения уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, это Амаржанов Зульков Улья Матач, у него такая ситуация. В 2013 году ЦПСИ не показывало по нему ничего. Это было в 2002 году, и я лично сам, как Аким район, этого не знал, что какие-то разбирательства в 2002 году были. В ЦПСИ мы запросили, и эта справка есть, там не подтверждается ничего, это не было. На этом разбор полетов для районного Акима закончился. Все завершилось замечанием и устранением всех нарушений в отведенный срок. Аким обещал провести необходимую работу и уволить всех работников, имеющих уголовное прошлое. Фаризал Баева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.